так всем привет наверно уже надоел ну что сделать что сделать надо работать надо что-то менять в этой жизни если ничего не делать то ничего и не получится за нас кто-нибудь это будет делать в общем хочу по качеству сказать видео там полоска посреди экрана это за того что версия там пробная то есть эта программа на денег стоит сейчас пока не решился ее купить поэтому воспользовался бесплатной версии над рекламы посреди экрана так что сильно не ругайтесь но там видно там все видно можно разобраться что к чему что я хотел донести или там что я показывал поэтому пока так дальше буду стараться улучшать контент но вообще конечно все это новое все это не так просто очень много разных программ функции общем надо учиться так пока так хочу показать такой сайт кто не знает есть реформа жкх вот вот мой личный кабинет и здесь зарегистрирован здесь вы забиваете свой адрес просто ачинск 7 и там вылезет ачинск микрорайон 7 дом 1 дом 2 там все здесь вот общая информация о доме какой год сколько человек прописано управляющая компания когда протокол кто голосовал за то чтобы это управляющий компания у нас было когда носи сегодня мы поговорим о деньгах разберемся разберемся вот что такое текущий ремонт что такое содержание дома вот эти две статьи их часто ну туда не путаются в голове и надо разобраться чтобы мы все понимали что такое текущий ремонт что такое содержание дома вот на выполненные работы нажмем так нет вот отчеты по управлению общая информация здесь вот за январь с января по декабрь 22 года сейчас мы разберем вот эти вот они наши денежки три статьи содержание дома и текущий ремонт так это у нас получается общая информация вот эти три статьи теперь давайте их разберем каждую отдельно заходим в выполненные работы и вот у нас сверху текущий ремонт а все что ниже это содержание дома давайте сначала посмотрим текущий ремонт за который у нас столько разговоров вот у нас 37 платежей было в двадцать втором году по текущему ремонту за 37 статей то есть вот эта сумма была потрачена в 37 заходов на 37 так сказать видов работ вот заходим вот сюда вот и у нас открывается так вот давайте сейчас сразу же найдем здесь основные самые дорогостоящие которые были это вот ремонт подъездов входных групп четырех штук двести шестьдесят тысяч рублей почти так сейчас я карандашик возьму вот двести шестьдесят тысяч мы заплатили и еще так еще у нас вот еще у нас двести тысяч мы заплатили за ремонт хвс системы это мы вот эту трубу самую злосчастную которую мы поменяем три раза получается первая труба стояла она бы достояла бы еще до капитального ремонта нет ее вырезали перед капитальным ремонтом поменяли на новую и сейчас при капитальном новую вырежут и вставят такую же новую вот мы 200 тысяч и того у нас получилось четыреста шестьдесят тысяч мы потратили ну в пустую можно сказать неэффективно потому что ремонты наши потерпели фиаско труба у нас заменилась и хотя не надо было менять ну в общем деньги потрачены вот соответственно из пятьсот восьмидесяти там тысяч мы потратили четыреста шестьдесят неэффективно это сколько процентов процентов семьдесят пять мы просто выбросили но остальные работы это вот у нас замена трубопроводов отопления то есть стояки девяносто вторая квартира девяносто шестая квартира тут погонных метрах вот их стоимость замена трубопроводов отопления отопления замена датчиков датчика какого-то ремонт подъездного освещения три штуки вот три три каких-то у нас фонаря вот что с этими фонарями они светодиодные вроде бы служить должны долго но почему-то их бешеная замена идет вот просто меняют и меняют их вот и кстати запомните вот мы освещение у нас в текущий ремонт попадает потом мы будем разбирать с вами дальше это еще замена трубопровода замена трубопровода ремонт подъездного освещения опять изготовление установка доски для объявлений четыре штуки по две с половиной тысячи каждый это вот у нас на подъезде перед подъездом на улице куда мы клеим объявления вот куда я расклеивал листки по собранию вот каждый такой они называют это доска для объявлений но там не доска там кусок и кусок жестянки просто вырезаны ножницами две с половиной тысячи ну ладно десять тысяч мы отдали в общем за четыре досточки этих информационных ремонт входных смотрели замена трубопровода отопления сто вторая замена cto что это такое cto вот эти все аббревиатура вот это ее тоже надо где-то расшифровку будет обрать ремонт подъездного освещения опять ремонт маф ремонт и масляная окраска ступеней на детской горке ремонт и окраска ограждения ограждение газона где у нас газон и какое а это наверное вот этот вот за домом заборчик они же его покрасили в черно-желтый цвет наверное вот это вот имеется ввиду ремонт привода дверей кабины pd-4 и замена буат двадцать тысяч вот это скорее всего лифт запомним эту статью то есть мы с текущего ремонта отремонтировали лифт и сделали сделали значит на земельном участке детскую площадку покрасили и меняем освещение в подъездах то есть лифты окраска дверей входная металлическая дверь в мусорную камеру возмещение расходов на приобретение по квартира 44 25 тысяч не знаю радиаторы это какие-то или что это ремонт подъездного освещения опять завоз песка вот пожалуйста замена плафонов в купе пассажирского лифта опять лифт мы поменим отремонтировали трубопровод 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 запорная арматура квартиры 2 так здесь что я за трубопровод трубопровод полотенцесушитель кому-то поменяли кстати имейте ввиду вы это можете все сделать абсолютно бесплатно но как бесплатно за счет текущего ремонта Вы можете себе поставить новый полотенцесушитель, поменять стояки, поменять вводные краны. Всё это сделают вам бесплатно. Было бы желание. И даже батареи. Но только, естественно, это будет всё чёрный металл, либо чугунная батарея, либо змеевик, просто гнутая труба. Замена трубопровода, замена трубопровода. Ремонт систем. Так, это мы смотрели. Ну, в общем-то, вот и всё. Вот мы с вами разобрали текущий ремонт. Это за год, за 22-й год. Так, а вот это вот перечень. Перечень работ по текущему ремонту. На что мы можем потратить эти деньги? Так вот. Фундаменты. Несущие стены, фасады. Перекрытия. Крыши. Замена водосточных труб. Вот сейчас будет ремонт водосточных труб. Вот из-за них топило людей. Ни один год. Почему-то никто им не мог помочь. Так, оконные и дверные заполнения в местах общего пользования. Нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу. Так вот. Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы над балконами верхних этажей. Полы. Так, полы. Замена отдельных участков полов и покрытий полов в местах, относящихся к общему имуществу. Внутренняя отделка мест общего пользования и помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. То есть, вот, внутренняя отделка. То есть, мы с вами на текущий ремонт сделали входные группы, да, там и внутри, вот, в подъезде маленькие эти участки. Вот главное, главное, чтобы нам еще и выбирать, какие материалы. Тогда все будет хорошо. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами. Все виды малярных и стекольных работ. Воспомогательных помещениях и помещениях общего пользования. Лестничные клетки, подвалы, чердаки. Центральное отопление. Утепление труб. Установка воздушных кранов. Замена насосов. В общем, все. Водопроводные и канализации горячего водоснабжения. Водопровод. Электроснабжение. Электротехнические устройства. Вентиляция. Так, вот специальные общедомовые технические устройства. Вот сюда надо включить нам видеонаблюдения и шлагбаумы. Техническое обслуживание лифтов. Ремонт и замены элементов дымоудаления пожаротушения. Так, а вот еще внешнее благоустройство. Это ремонт и восстановление от разрушенных участков тротуаров, проездов, пешеходных дорожек и площадок, отмосток. При устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев, замена остальных участков и устройства ограждений и оборудования детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, мусорных ящиков, площадок для контейнеров, мусоросборников и так далее. Вот, то есть, мы можем на текущий ремонт с вами обнести наш участок земельный забором. В общем, это все делается... Вообще, в общем, все... Вообще, вот здесь вот, все, что я перечислил, это наш весь дом и вся придомовая территория. Все делается за счет текущего ремонта. Вы представляете? Так вот, получается, интересно. А что тогда? Что тогда? Это вот текущий ремонт. Это у нас сколько? 600 тысяч даже нет. 580 тысяч, да? А у нас-то еще есть содержание дома. И на содержание дома у нас уходит львиная доля денег. Это 2 миллиона там с половиной. Так, сейчас. Е-мое, как туда зайти-то? Так, сверху попробую. Вот. Вот, смотрите. Так, как это убрать теперь? Так. Так. Вот. У нас получается это текущий ремонт. Вот. 600 тысяч, да? Это вот все, что я перечислил, это мы делаем вот на эту сумму. А тогда спрашивается. А вот эта вот сумма куда уходит? Что на эти деньги? Что такое содержание дома? Если по факту мы уже поняли, что содержание дома идет за счет текущего ремонта. То есть все, что там в списке написано, это все текущий ремонт. А куда содержание дома идет? Сумма, которая просто в разы выше, чем вот эти вот 600 тысяч. 2 миллиона 300 тысяч. А вот сейчас мы с вами это разберем. Давайте теперь поговорим, что такое содержание дома. 2 миллиона 300 тысяч. Заходим. Я извиняюсь, там у меня доченька сзади сидит со мной в комнате. Поэтому будут звуки посторонние. Так. Вот текущий ремонт мы разобрали с вами. А ниже у нас идет сумма. Это содержание дома. Так. Проведение, диротизация и дезинфекция помещений. Ну, это вот в том году я видел, да. То есть они вот мусорные комнаты обрабатывают, например. Сейчас я потише сделаю. Сейчас я, наверное, запишу видео, потом включу погромче. Это вот, ну, против крыс, там, тараканов и все такое. Мусоропровод там обрабатывают химикатами. Вот 16 тысяч. Работы по содержанию и ремонту оборудования систем инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме. Инженерно-технического обеспечения. 450 тысяч. Вот 7 пунктов. Давайте посмотрим, что это. Содержание внутридомовых канализационных сетей. Содержание внутридомовых сетей горячего. То есть все повторяется, смотрите. Внутридомовых холодного водоснабжения, отопление, ХВС, ХВС-приборы, техническое обслуживание приборов учета тепла. В принципе, все то же самое, что, ну, может быть, только если счетчики там какие-то, не знаю. Но в целом, похоже, что, как вроде в текущем ремонте. Так. Дальше. 132 тысячи мы отдали. За что? Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Работы по содержанию помещений. Содержание помещений. Ну что, чистота, что ли? Ну ладно. 132 тысячи. Так. Обеспечение, устранение аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. Это наша аварийка. Вот аварийка, это просто вообще, я вот о таком бизнесе не мечтает, ну, только глупый человек. Вот, понимаете, это вот называется обеспечение устранения аварий. И вообще, аварийная служба. Это так звучит серьезно. На самом деле, вот эта аварийная служба, которую мы заплатили в том году, 130 тысяч, независимо от того, будут аварии, не будет аварии, одна будет авария в год, или их 20 будет, они могут вообще ни разу не приехать. 130 тысяч мы почему-то платим. Вот не по факту, да, там приезда, например, вызов там, 3000 рублей. Нет. 130 мы отдали, а там как получится. Ну, ладно. Но дело в том, что они не устраняют аварию. Они просто, вот их задача, приехать и перекрыть кран. То есть, они просто приезжают, открывают подвал, заходят и перекрывают, нужно кран, и уезжают. И с этим нужным кран рядом, еще ненужный могут перекрыть, на всякий случай. И оставить вас на несколько дней без воды, например. Как это было в том году. И уезжают. Все. Если это, например, пятница, да, вечер, ночь там, или какие-то праздники, они вам перекрыли, и уехали, и забыли про вас. Все. И вы сидите без воды, и ждете, когда выйдут на работу ЖЭК. Когда в ЖЭКе будут рабочие люди, они уже тогда, там, по мере, вас в очередь поставят, придут и сделают. То есть, это просто кошмар. 130 тысяч за то, чтобы закрыть кран два раза в году. Ну, это вообще, это просто шок. Ладно. Работы по содержанию и ремонту лифтов в многоквартирном доме. Да, да, вы не ослушались. Работы по содержанию и ремонту лифтов. В текущем ремонте то же самое написано. И текущий ремонт, это все, вот, я вам, когда за год отсчет показывал, мы меняли там действительно детали, делали ремонт на текущий счет. Несмотря на то, что мы еще 640 тысяч отдали на содержание дома, но мне аж даже сказать вот сложно, я не знаю даже, как это объяснить просто. Мы 640 тысяч отдали на текущий, ой, на содержание дома, на лифты. И еще там стеку... А, нет, мы, получается, ремонтируем, ой, блин, я вот не знаю даже, как сказать, 640 тысяч. Яночка, подожди, Яна, я пишу, ну, ну и ничего страшного. 640 тысяч мы заплатили за ремонт и содержание лифтов, но содержать лифты и ремонтировать мы берем деньги и с текущего еще ремонта продолжаем, то есть мы вот эту сумму отдали и забыли про нее, а ремонтируем лифты потом с текущего ремонта. Блин, даже объяснить трудно, вот это, даже мозг просто ломается, как, как такое вообще возможно. То есть мы, это как, знаете, таксисту заплатил, а сам не поехал, то есть вообще я в ужасе, я не знаю, ладно, работы по управлению многоквартирным домом. Ну, вот здесь эта статья есть, вот 330 тысяч, это мы отдаем туда, в эту управляющую компанию за их заботу о нас, содержание внутридомовых сетей электрооборудования. Здесь мы еще 130 тысяч отдали, но продолжаем делать содержание внутридомовых сетей электрооборудования, я вам там читал, что светильники меняют, там нам провода, туда-сюда, все с текущего ремонта еще дополнительно берут деньги. Почему? Вот мы отдали 130, а потом еще оплачиваем всю по факту работу с текущего ремонта. Работы по содержанию ремонта конструктивных элементов, несущих конструкций, 110 тысяч, хотя там все ремонтируется за счет текущего ремонта. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения, благоустройства иными объектами, предназначены для эксплуатации многоквартирных, 425 тысяч еще. но здесь ладно, здесь вот они подстрижка, уборка, там с текущего ремонта они не берут, но содержать земельный участок с элементами озеленения, благоустройства, иными объектами для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, это в текущем ремонте все. то есть мы 425 тысяч отдаем просто за два раза подстричь траву, мы тогда сказали третий раз нам подстригить, они отдельно нам счет выставили, вот, а все остальное, вот это содержание, там покраска, ремонт, там тротуары, заборы, это все опять с текущего ремонта. Коммунальный ресурс на содержание общего имущества, вообще не знаю, что это такое, коммунальный ресурс, работы по содержанию мусоропроводов в многоквартирном доме, хотя это дезинфекция с текущего ремонта у нас взялась, а здесь вот еще 80 тысяч, так, вот дезинфекция помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, это, наверное, подвалы, в общем, вот здесь вот по текущему ремонту у меня большой вопрос по содержанию и ремонту лифтов 640 тысяч, это сразу же вот по озеленению работы земельному участку 425 тысяч, ну и тут вот работы по содержанию, а по электроснабжению по внутридомовых электросетей 130 тысяч тоже, мы это все фактически на текущий ремонт содержим, еще и заплатим, еще и вот эти суммы содержания дома, задал вопрос этому главному инженеру, он, как бы, в принципе, не смог ответить, я говорю, куда уходят вот эти деньги, если мы с текущего ремонта ремонтируем лифты, что-то он там, мы страховки какие-то платим, кого вы там страхуете, людей подряд на организации обучают, где в Лондоне, в Гарварде, в общем, вот это надо разбираться, это просто кошмар, короче, по факту мы содержим на 600 тысяч, отдаем 3 тысячи. еще хочу вам напоследок, это жилищный кодекс Российской Федерации, на сегодняшний день, это консультант плюс, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, статья 44, вот смотрите, первое, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, предоставленным на голосовании. То есть управлять домом можно только с помощью голосов, без голосов, причем большинство вопросов, это процентов 80, решает 51 процент голосов достаточно. Ну и есть такие вопросы, как по капитальному ремонту, либо там аренды, всякие переделы имущества, надстройки, там реконструкция здания, это уже должны быть две третей. Вот. В общем, без голосования, без голосов, без наших сторонников мы не сможем управлять нашим домом. Будут 51 процент голосов, значит, будет управление домом. Так, и вот здесь вот выбор способ управления многоквартирным домом. Вот у нас управляющая компания. Вот. Принятие решения о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. То есть мы с вами голосовали за ремонт порталов, и главный инженер об этом сказал, что вы сами голосовали, и вы сами это получили. Вот. Это так и есть. И принятие решения о наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решения о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. То есть мы с вами можем с помощью голосования, вот представим, что у нас теперь есть сторонников 51 процент в нашем доме. Мы сразу же выносим на голосование замена председателя и переизбрание Совета дома. и наделяем, принимаем решение о наделении этого Совета нашего дома полномочиями на принятие решения о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Все, ребята. Значит, мы будем с вами решать, что будем делать, какие мы будем смету составлять. Мы будем заниматься нашим домом. И вот эти, по крайней мере, 600 тысяч текущий ремонт, он будет полностью в наших руках. Потихонечку, помаленечку. Я уверяю вас, что наш дом преображаться будет просто на глазах. Все будем делать рационально, вдумчиво обсуждать, принимать решение. То есть, Совет дома – это сильный такой орган. Но, то есть, мы это сейчас на себе чувствуем. Без нас все делается. То есть, мы хотим одного, а получаем совсем другое. И все это по причине того, что Совет дома не с нами, мягко говоря. Как и представитель нашего дома, председатель. Она абсолютно никак не может понять, что нам от нее надо. Она каждый раз вот оговаривается, что я все, я больше вам не буду помогать сами, я пришла вообще, я могла вообще не приходить к вам. То есть, она себя ощущает абсолютно отдельной единицей. Она никак на себя не связывает, свою деятельность с нашим домом. Она больше к управляющей компании близка. Она там все кичится, что она там проработала 30 или 35 лет. Соответственно, она вся там, она не в доме у нас. А нам нужен представитель дома, который здесь, которому интересно здесь делать перемены, вкладывать деньги сюда, в родной дом. Последнее собрание, оно было такое специфическое. Вот такие вот дела. То есть, я даже в управляющей компании спрашивал, они говорят, что за всю историю их управления домами такого не было. чтобы собственники многоквартирного дома сами организовали собрание и без голосования, просто для обсуждения проблем. Понимаете? То есть, это впервой для них оказалось. Вот. Но управляющая компания повела себя правильно, согласно договору. Они прислали своих специалистов, помогли нам, ответили нам на вопросы. В общем, все хорошо. Но, на этом собрании не было совета дома, который сейчас у нас совет дома. По причине того, что они вообще против всего того, что мы хотим, что мы делаем. Они не хотят, чтобы в доме был порядок. Они не хотят, чтобы дом самоорганизовался, чтобы собственники познакомились друг с другом, чтобы собственники обращали внимание на то, куда тратятся деньги, кто управляет и как управляет домом. Это не в их интересах, я так понимаю. Поэтому они бойкотировали это собрание, подговаривали людей. Мне люди говорили, которым они звонили или встречали их и говорили, не ходите туда. Они хотели сорвать, хотели, чтобы я пришел туда один, посмеяться надо мной в очередной раз и прекрасно продолжить разрушать наш дом и расхищать наши деньги. Но у них это не вышло. Мало того, это собрание, оно прошло, прошло успешно. На этом собрании мы нашли общий язык с управляющей компанией. Нас услышали как никогда. Криков было меньше, по делу было больше. А еще очень важный такой вывод можно сделать. На этом собрании мы увидели будущий совет дома. То есть туда пришли люди, которые всегда приходят на собрание, которые всегда стараются разобраться в обстановке, в ситуации, которым не безразлична судьба нашего дома, которые болеют этим вопросом. Они хотят, чтобы дом наш процветал, чтобы деньги наши вкладывались туда, куда должны вкладываться, куда мы хотим их, чтобы они вкладывались. Это верные люди нашему дому. То есть это будущий совет нашего дома, несомненно. То есть там около 10 человек, это люди, которым можно доверять. Они наберутся опыта, и я вместе с ними, я не говорю, что я что-то там, знаток огромный. Я тоже учусь вот здесь и сейчас. Разбираюсь во всем этом, копаюсь прямо сейчас. Наберемся опыта вместе. Люди хорошие, люди порядочные. Люди имеют свои квартиры в наших домах, они живут вместе с нами. Все мы соседи. Поэтому это очень ценно. Спасибо им за поддержку. Спасибо им за активность. Благодаря им. Я тоже вот сижу разговариваю. И есть надежда у нас на то, что все-таки мы установим управление домом более правильно. В общем, в принципе, пока все хорошо. Надо только единственное, нам сейчас половина дома, чтобы нас поддерживало. А над этим тоже надо работать. Группа, она не всесильна. В группе не все люди далеко. Поэтому сейчас мы тактику изменим. Добавим домовой листок. Поработаем через почту с жителями, чтобы нас еще люди услышали. А потом проведем, потом мы опять с вами обсудим вопросы, которые выставим на голосование уже. Если какие-то будут помимо вот этих вопросов, которые мы уже разобрали с вами на собрании, обсудили, то мы их еще обсудим. Разберем, надо, не надо. И в конце концов проведем голосование. И по каждому пункту соберем голоса. Что пройдет, то пройдет. Может быть что-то не пройдет. Но вообще в целом посмотрим. Так, что еще? Вот по данному материалу, по деньгам. То есть выводы какие? 3 миллиона 200 тысяч мы отдаем за год. Реально денег в наш дом позволено вложить 580 тысяч. Это текущий ремонт. Именно на эти деньги только живет дом. Существует, ремонтируется, развивается, там как-никак. Красится, белится. Все это на текущий ремонт. Это, ну грубо говоря, 600 тысяч. Остальные 2 миллиона 300 тысяч. Они там что-то часть участвует тоже в озеленении. Там подстрижка травы, там что-то еще. Там может подъезды, там. Ну, в общем, там вот по содержанию дома я разберусь более детально в управляющей компании. Потому что это все с договором связано. И там масса вопросов, на которые нигде не посмотреть. Вот так вот, не выходя из дома. Надо идти в управляющую компанию и по каждому пункту там разбираться. Но вот содержание дома, это такая вещь, я так понимаю, ее можно корректировать через договор. То есть перезаключать договор, и потом корректировать договор. В общем, это в будущем. Сначала бы нам вообще стать кем-то в нашем собственном доме. А уж потом будем и договариваться улучшать условия договора и все остальное. Вот. В общем. В общем, денег у нас по деньгам вот примерно так. И вот еще хочу сказать. То есть, если мы знаем. А еще, кстати, вот из текущего ремонта, например, 22-й год. Из 580 тысяч, 460 тысяч, вообще, в принципе, были потеряны. Они были неэффективно потрачены. Итого получается 460 минус 580, сколько там, 130 тысяч, 120 тысяч. То есть, наш дом за 22-й год эффективно просуществовал на 120 тысяч рублей. За эти деньги нам меняли в течение года. Там, людям помогали. Стояки, батареи, все такое. Ремонтировали что-то там по освещению, светильники, все такое. Вот. Делаем выводы. То есть, нам говорят, у нас дом убыточный. Дом невозможно содержать, если ТСЖ создавать. Все такое. Но. Ну, вот смотрите, какая получается калькуляция. То есть, дом на 120 тысяч живет. И не погибает, да? А в целом, всегда она на текущий ремонт. И не погибает. А если ТСЖ создадим, то все 3 миллиона 200 тысяч будут под нашим контролем. Они все будут эффективно вкладываться. Вот представляете? То есть, вот так вот. Примерно вот такие суммы. Вот такая примерно кухня. Так что, ну, от ТСЖ, я так понимаю, еще рано говорить вообще. Я там наперед говорил. Сейчас уже думаю, пока смысла нету. Надо с чего-то начинать. Хочется хоть как-то стартануть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok